Мы продолжаем программу «Тема дня». В эфире Александр Гурарье. И мы переходим к криминальной теме. Очень прозаичная история. Два гражданина повздорили в супермаркете. В общем, не просто повздорили, а даже немножко подрались. И при этом один гражданин обозвал другого очень нехорошо. Скажем так, я затрудняюсь подобрать слова, то есть переводиться в ритм мы это не будем. Но прозвучало это примерно так, что гражданин как бы оскорбил сексуальную ориентацию другого гражданина. История, конечно, неприятная, очень несимпатичная. Но гражданин подал в суд на это оскорбление, и судья встала на его сторону. С подробностями этого дела мы беседуем с адвокатом Александром Гомбаряном. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер. Так что, драться можно, а обзываться нет? Знаете, вот как делаются новости, они немножечко странно делаются. Я прочитал это решение. На самом деле компенсация была в основном положена как раз за драку. А оскорбления, они как соус туда приложились. Да, в новостях было все совершенно по-другому. Все новостные сайты говорили о том, что именно за оскорбление. Нет, то, что вот это оскорбление было, он сказал ому, если я не ошибаюсь. А по-русски просто вы, извините, я тут пользуюсь профессиональной лексикой. И просто, чтобы наши слушатели понимали, о чем идет речь. Это не мат. Более элегантно, говорим. Он его, значит, оскорбил. Сексуальную ориентацию. А кто-то оскорбил, это самое... Не, не просто, он же не сказал, ты представитель... Да, то есть он обозвал его в плохом смысле этого слова, в этой мере. Да, вот именно, да. Ну, непонятно, в хорошем или плохом. Смысл в чем идет? Что оскорбление – это то, что может в глазах окружающих нанести человеку ущерб, его репутации, денежной и так далее, или его достоинству. И теперь посмотрим, значит, что же происходит. Вот, не каждое оскорбление является клеветой. Потому что, если я говорю, ну, ты дурак, там, идиот и так далее, это все-таки считается у нас... Оценочное мнение, да? Не только. Есть прецедентное право в Израиле. И прецеденты судов где-то должны провести границу. То есть всегда практически за любой неположительный отзыв, за абсолютно любой, теоретически можно человека засудить как за клевету. Но практически где-то нужно провести границу, да? То есть если я скажу, ну, ты дурак, там, да? Ну, нельзя меня за это засудить только потому, что есть какая-то свобода слова, есть какое-то что-то, где ставятся границы, начиная с чего это уже серьезно. И в данном случае это сыр-бор не из-за этого вышел. Сыр-бор вышел из-за того, что люди говорят, как же так, то есть человека назвали гомиком, вот это можно так сказать, да? Наверное. Ну, понимаешь, значит, подал в суд, это же не что-то плохое, да? И тут судья говорит, и были другие похожие прецеденты, о которых я сейчас скажу. Судья говорит, в глазах людей, которые окружали этого человека и его, и так далее, то, что было сказано и намерение, с которым это было сказано, да, является клеветой, за которую нужно заплатить. То есть, я позволю себе вопрос, а это была клевета, то есть этот гражданин не имел никакого отношения к нетрадиционной ориентации? И вот тут еще интереснее, потому что если бы он, да, имел отношение к нетрадиционной ориентации, то это было бы сексуальное домогательство, и автоматом там 50-100 тысяч шекелей можно за это снять, понимаете? То есть, давайте разделим. Но за такую сумму можно временно выйти из шкафа для того, чтобы получить. Да, но, понимаете, давайте разделим это дело, тут очень важно понимать. Если меня оклеветали, да, сказали, что я там принадлежу к сексуальным меньшинствам и так далее, и вокруг там я не в Тель-Авиве, например, живу, а где-нибудь на Тевоте, там, я не знаю, или там в Сдороте, ну или даже в Ашдоте, по-моему, да, то люди вокруг как бы на это отрицательно посмотрят. Кроме того, это было использовано не как констатация его принадлежности действительно к сексуальным меньшинствам, а то, что вот он просто, вот в плохом смысле слова, да, значит, такое. Вот. Если же, то это фактически, это не несло сексуально никакой коннотации, это просто он обругал человека, да. Если же это несет сексуальную коннотацию, и человек, который действительно, да, там, ходит с радужным флагом, а ему говорят, ах, ты там вот такой вот противный там человек и так далее, и именно относится к его сексуальной ориентации, тогда, да, безусловно, это то, что называется отродами нит, сексуальные домогательства, и в этом случае действительно компенсация идет по совершенно другому закону. Что же касается оскорблений, вот тут очень важно, сейчас я еще один дам пример, чтобы вы поняли окончательно, о чем идет речь. Не обязательно, чтобы то, чем меня оскорбляют, было чем-то плохим. Точно так же, как ни один судья не скажет, да, вменяемый на территории Израиля, что, как бы, принадлежать к сексуальным меньшинствам – это что-то плохое, да. Александр, я вынужден вас перебить, просто я не могу не привести этот пример, как я однажды в овощном магазине слышал, как два джентльмена поругались, и один другого, подбирая слова, как бы его оскорбить, сказал, ну, ты просто какой-то профессор. Кто так обиделся, это были соответствующие два товарища, кто так обиделся и начал кричать, это я профессор. То есть, я не знаю, что он понимал под этим словом, под словом профессор, но видно, что это очень нехорошее. Мне в интернате девочки придумали презрительную кличку «Интеллигент», вот поэтому то же самое, я вам сочувствую, я понимаю всю тяжесть нанесенного, значит, оскорбления и так далее. Но я бы хотел привести один пример, который четко нам покажет, в чем дело. Соседи ругаются, был спор между соседями, и в результате был подан иск, потому что один сосед кричал на другого «ты араб», при том, что тот арабом не являлся, при том, что быть арабом не преступление, и это неплохо. Но вокруг, когда соседи, вот это для них оскорбление тяжкое, и это привело к снижению репутации. Александр, извините, а если бы он кричал «ты француз», это тоже было бы оскорбление? Опять-таки мы смотрим, является ли ты француз оскорблением среди людей, которые вокруг находятся. Все проверяется в контексте, все проверяется в контексте, да. То есть есть такая вещь, как контекст. Когда человек пишет диктант, да, ученик, и он это самое, и он написал, закончил быстро диктант, и говорит, учительница, я кончил, это одно. А когда этот же самый подросток с девушкой обнимается, он ей скажет то же самое, это, по-видимому, будет означать что-то другое. Точно так же и у нас, да. То есть есть какое-то место, скажем, где жители дома, восприняв, как бы, вот услышав, что про кого-то кричат «ты араб», да, там, воспримут это крайне отрицательно. Опять-таки в том же, например, я живу в Яфу, ну, как бы, кричит там «ты араб», «ты там француз» и так далее, ну, окей, да. То есть все зависит от места и от времени. Все проверяется по тому, нанесен ли ущерб вашей репутации, причем намеренно. Если в каком-то месте позорно и стыдно быть, ну, не знаю, радиоведущим или журналистом, вот, тоже, пожалуйста, оскорбление такое неслабое, да. И кто-то, и где-то там вот действительно все присутствующие при слове «журналист» как бы с вами больше не захотят общаться и сеять доброе, разумное, вечное на одном поле, то да, вы имеете право на человека подать за клевету, да. А если, как в других местах журналист, это уважаемая почетная профессия, то он будет кричать там «вот журналист, ну, окей». Поэтому весь вопрос... Те самые парады гордости, которые регулярно теперь проходят не только в Тель-Авиве, но даже и в Иерусалиме, то есть где, в общем-то, в открытую заявляется о сексуальной принадлежности, они как бы не являются оскорблением, и люди, как бы, участвующие в этих парадах, не считают себя оскорбленными, а даже наоборот. То есть я что-то начинаю терять логику. Нет, нет, если кто-то приходит вот на этом параде гордости, начинает орать, вы все гомики, там, вас я ненавижу, потому что вы начинаете... Нет, без ненавижу, извините, без ненавижу. Ненавижу – это уже совершенно конкретная коннотация. А вот если просто, вот вы все гомики... Начинает их оскорбить. Это что? Это оскорбление? Весь вопрос опять-таки, да. С какой интонацией он это сказал, да? Какое его намерение и что произошло вокруг? То есть если он с намерением оскорбить действительно приплетает сексуальную ориентацию в плане того, чтобы оскорбить... Кстати, неважно, это может быть то же самое. Оскорбление идет не только по сексуальной ориентации, но и по сексуальной принадлежности. То есть если я не в шутку, а всерьез, да, буду говорить при людях, какой-то женщине, что ты баба тупая, поэтому не понимаешь, то это такая же точно от рода минит, сексуальное домогательство, да? Ну или от рода она скорее, как это сказать, харассмент. В чем там сексуальное домогательство? Он имеет в виду просто ее умственные способности в данном случае. Но если он связывает это с тем, что она женщина, то это опять-таки, да, перевод вот этого от рода как домогательства не совсем правильный. От рода это харассмент, это создание серьезных неудобств, да? Это как бы без, как это правильно перевести, да, обеспокоивание, то есть и так далее. В общем-то, наверное, все-таки домогательство, но домогательство... Нет, домогательство оно несет, смотрите, домогательство оно несет в себе в то, что я как бы хочу и домогаюсь, да? Но если я кому-то говорю вот, ой, ты... То есть не хочу, но все равно домогаюсь? Нет, нет такого, да, то есть, ну, поэтому от рода или харассмент, вот это более правильные, да, термины, пока что на русском языке четкого вот перевода хорошего я не встречал, да, поэтому все переводят от рода меню как сексуальное домогательство, что включает в себя, от рода меню включает в себя сексуальное домогательство, но есть другие случаи, когда я унижаю другого человека из-за его принадлежности к какому-то полуопределенному или к какому-то сексуальному, там, предпочтению и так далее, это именно с этим связано. То есть, опять-таки, если я унизил женщину, потому что она женщина, не домогаясь ее, а даже наоборот, то это все равно от рода менит. Приведу вам прекрасный пример. То есть пренебрегая ею, вы тем самым ее домогаетесь. Автобус, матрид, не домогаюсь, а, как это сказать, матрид, да, причиняю беспокойство, вот как подсказывает гугл-переводчик. Пристаю, пристаете. Пристаю, причиняю беспокойство, причиняю, ну и так далее, да. Пример прекрасный. Автобус в Бнейбраке, из Бнейбрака в Иерусалим, заходит женщина, садится на первое место, ей начинает кто-то кричать, там, особо приближенный к Богу, который все знает, как ты, значит... Из первоисточника знает. Все, да, ему на ухо нашептали, и он кричит, как тебе не стыдно, ты вот женщина, а сидишь спереди, постыдись, там, ты большая, начинает ее унижать в автобусе, только потому, что она женщина. Не, он ее не домогался, там, все, он ее оскорблял и унижал, и за это по закону об отрода менит, она имеет право на него подать суды, должна получить денег, потому что он ее унизил и оскорбил, только потому, что она женщина. Точно так же можно унизить, оскорбить человека только потому, что он принадлежит, там, к определенному сексуальному меньшинству, потому что он любит только блондинах, я не знаю, почему. Но вот все, что связано с сексом и с полом, и является оскорблением, уходит у нас в законы по отроде менит и имеет возможность на компенсацию. Александр, оскорбив человека, назвав его рыжим, потому что он рыжий, это является оскорблением? Опять-таки, представьте себе... Они относятся к узкой группе людей, которые рыжие, то есть это особый вид людей, категория, которые рыжие. Теоретически, опять-таки, я сейчас говорю теоретически, на практике я не представляю себе такого, кроме, пожалуйста, трудно быть богом. Вы читали у Стругацких? Там конкретно рыжий была гонимой и галимой социальной группы. Я поэтому и спросил. И да, там сказать, вот там сказать, да, это где это было, какой-то был не Масаракш, а где-то там, в общем, там. И вот там, на той планете, да, сказать про человека, что он рыжий, да, действительно было его оскорбить и унизить. Вот, пожалуйста, вот вам ответ на ваш пример, да. То есть все зависит от того, как окружающие меня люди это восприняли. Все очень просто. Все очень просто. То есть как меня, как воспримут то, что сейчас мне сказали все окружающие, если это однозначно воспринимается как не просто оскорбление какое-то, как дурак и все такое, а как действительно вот лошон рак, как действительно клевета, и действительно моя личная, как скажем, мой рейтинг среди этого комьюнити понижается из-за этого, да, это клевета, за которую нужно платить. Спасибо, Александр Гомбарян. Все действительно настолько просто, что я думаю, что не всем кажется, что это так просто, но тем не менее, дорогие друзья, следите, пожалуйста, за тем, как, что и кому вы говорите. Последнее, что я хочу сказать, прекрасно, на иврите есть такая поговорка «Нацор лешунха мира». Не нужно говорить плохого, и тогда с вами ничего не случится. Замечательно. Спасибо. А мы переходим к следующей теме.